Воробей это одна из самых распространенных и известных птиц в мире, обитающих рядом с человеком. Уже по этой причине именно воробьев называют домовыми. Воробей-самец отличается от своей подруги несколько крупным телосложением и большим черным пятном на груди. Это пятно охватывает всю верхнюю часть груди, горла и зуб. Воробьи образовывают семейные пары на всю жизнь, и только смерть может разлучить их. Как далеко людям, до обычных воробушков. В среднем жизнь воробья длится около 4 лет. Большой отсев происходит в молодости. Хотя бывали случаи, когда воробьи жили и по 11 лет. Хоть в брачных играх у воробьев большое соперничество, все же тем, кому удалось найти друг друга, крупно повезло. Самка воробья обычно откладывается от 4 до 10 яичек. Через примерно 11 дней из них вылупится воробьиное потомство. В хороший год воробьи могут выводить по 2 потомства за лето. Примерно на 10 день молодые воробьи уже могут летать. Принимая песочные ванны, воробьи борются с паразитами и чистят перья, а не дождь зазывают, как принято считать. Воробьям установлены памятники. В Белоруссии, город Барановичи. В России, Санкт-Петербург, знаменитый Чижик-Пыжик. И США, город Постон, воробью-спасителю полей от вредителей. Из-за того, что воробей хитер и вороват, широкое сопространение получила версия, потому что в день слова воробей осталось считание слова вора и бей. На самом деле, в славянских языках слово воробей имеет тот же корень, что и ворковать. Основой этому глаголу, как и глаголу ворчать, послужило несохранившееся ныне слово ворк. Так эту птицу прозвали за постоянное и не молкающее ни на минуту чириканье. Продолжение следует...